здравствуйте меня зовут заур бугулов я архитектор архитектор градостроитель урбанист урбанист наверное российского понятия но больше раскрывает синтез городских каркасов а иностранное происхождение это больше как благоустройство вот я сейчас работаю в мастерской архитектора аликова как архитектор соответственно там мы занимаемся архитектурным проектированием и разрабатываем конкурсный проект на благоустройство большого достаточно парка и набережной в городе орел ее величество транспортный каркас это наверное отдела каркасом городов не педем плана москвы барабельки елена николаевна мы он как основополагающий каркас в преследовании городов он раскрывает вообще планировочную структуру города и дает понять какие как развивать дальше сам собственно транспортный каркас и застройку если определять это все иностранными выражениями то я как urban planner и мне можно немножко узнавать только например урбан дизайнере или об экология его работе действиях чтобы понимать его суть и как он может помочь с шлопская ленироваться вместе для работы вообще трамвайный каркас он тоже как железнодорожный каркас является основополагающим принципе все прекрасно понимают да как что трава нужно развиваться и куда ему нужно развиваться какие линии ему добавлять это в принципе читается по генеральному плану города и есть существующее положение трамвайного каркаса и это около 25 километров путей и если мы добавим к ним еще допустим ветку надо ватора который соединяться будет возле о зате кажется и избавимся от петель которые существуют которые снижают скорость трамвая создают там там некоторые конфликтные ситуации проходит мне в плотных районах города то тогда можно добиться каких-то интересных результатов вот что касается допустим именно до ватора то для него можно сделать тот строительный пирог который бы позволял трамвай разгоняться до больших скоростей чем как сейчас 25 километров в час если трамвай разгоняется около 40 километров в час то мы уже можем говорить абсолютно о другой мобильности города передвижения в нем его динамики и будет понятно куда лучше дальше стремится развиваться самой застройки то есть если там появится линия трамвайная то возможность застраивать ту же самую набережную перейдет на улицу до ваторов так как там высокой плотность уже застройки будет просто на какие социальные активности города так и рабочие места и повышенная плотность городская чтобы этого добиться также нужно и инфраструктура его там перроны и допустим именно та полоса которая бы предотвращала барьер между автомобилистами и пешеходами островки безопасности и перроны если рассматривать улицы центра то взять его в контексте всего транспортного каркаса его нужно исследовать именно так и есть я бы назвал две стратегические точки с чего нужно начинать развивать уличную дорожную сеть центра это перекресток проспекта с улицы джанаева и горького если бы город допустим находился в зоне где бурно развивается благоустройство то скорее всего проезды на джанаева их бы подняли до уровня тротуара как здесь до уровня тротуара это бы решила конфликт который существует сейчас между посад между пешеходами и авто и машинами не было бы боковых парковок стоянок который для такси хотя они тоже нужны их можно будет переместить на продолжение улицы вот сузилась бы полоса и осталось бы две полосы в разные стороны такая безопасность улицы что касается улицы ленина то я померил недавно ее ширину она составила 9 и 9 метров проезжает полотна то есть это недостаточно на 60 сантиметров для того чтобы сделать боковую парковку продольного это сейчас очень большая проблема мы все видим как там паркуции на тротуарах паркуются и а другая сторона соответственно пустует то есть урбанистики даже есть такое понятие снэкдаун она означает что когда выпадает снег некоторые участки города остаются не затронуты менее шинами не следами людей и значит эта территория она мертвая нужно как-то отдавать или под полотно проезжая или под тротуар в общем если отдать полотно если забрать у тротуара часы покажется наверно что я в пользу автомобилистов это говорю но на самом деле нет то у нас получится две проезжей части в одну сторону одностороннее движение и боковые продольные парковки и теперь мы можем чтобы компенсировать пешеходам ту цену тротуара мы можем создать площадки безопасности и разместить на них разную инфраструктуру собственно и наземный пешеход который на коротком расстоянии будет соединять два тротуара этот прием называется горловина и на нем можно размещать абсолютно разные вещи там скамейки там можно разместить тот же самый раздельный сбор сейчас очень бум декологический в городе что очень радует это умные светильники и прочая инфраструктура вот это что касается улице ленина также наверное еще есть улица революции которая закрыта на территории школы собственно это очень сложная ситуация потому что школе нужно куда-то одеваться детям нужно где-то находиться для этого нужна площадь пусть на поэтому перекрыта улиц если придумать где находится площадь то можно и избавиться от проблем открытия движения транспорта и тогда нам нагрузка с гости его и маркуса перейдет как положено на революцию а там уже будут свои требования правила если если проблемы в улицах и стоя в историческом центре был были в том что улицы узкие и сложно подстроиться под какие-то нормативы то то на крайнах с уличной дорожной сетью немного проще но проблема в их обустройстве проще в плане того что улица шире ширина она позволяет создавать гибкие варианты проектирования дизайна больше дело в том чтобы создать именно условия благоустройства пандусы комфортные норм правильная работа перекрестка островки безопасности успешно как какое-то зеленение панус также чтобы работали хорошо для маломобильного населения потому что это очень важно вот если это все соблюсти то город будет довольно хорошо развиваться и будет интересно благоустраиваться решить проблемы транспорта очень хотелось бы это мечта мечта также чтобы мы осознали что мы можем предпринять для того чтобы улучшить эту ситуацию может быть это проводить какие-то дискуссии дискуссии не только там на тему благоустройства и допустим не как там было на слушаниях по генеральному плану а полноценной гусь дискуссии с участниками всех групп населения и затрагивая не только благоустройства но также федеральные программы их финансирование их бюджет и только после проведения некоторых таких мероприятий мы бы могли уже думать о каком-то качественном позитивном благоустройстве городе я считаю что сегодня роль горожанина в процессе развития города совсем не обозначена и я во время строительства каких-то объектов я постоянно сталкиваюсь что существуют протесты против строительства против градостроительства и есть некоторые недопонимания между городом и властью чтобы это недопонимание чем-то закрыть нужно активно участвовать в мероприятиях и заявлять не просто если сломалась во дворе горка до писать об этом куда-то мэру а чтобы мы могли все вместе при проведя мероприятия обсудить вопрос и обозначить те мероприятия которые могут поспособствовать решению этих проблем и от малых проблем до больших проблем поэтому давайте организовывать такие мероприятия собственно они должны будут в скором времени начаться я надеюсь это разные мероприятия фестивале поэтому давать организовывать и в том числе и дети которые могут да это одна из основных ниш которая очень творчески относятся к развитию города поэтому их участие это обязательно и обязательно также и остальных групп населения спасибо и и и и